Субтитры делал DimaTorzok Ну да, ну пропадал немножечко, ну а почему? А почему нет? Собственно, здравствуйте! Вы меня, наверное, нереально рады видеть, как и я, нереально видеть вас, конечно же, в комментариях и в вашей любой активности. Надеюсь, кто-нибудь еще жив на моем канале и увидит этот видосик, а если не увидит, то много всего пропустит. Это очень много различной интересной информации, а там смс-очка и я, вот уже косяк, совершенно забыл, как видосики делать. Обычно я звук телефона отрубал, а тут я не отрубил. Собственно, это все знания моего эстонского. Сейчас такие эстонцы, которые сидят с другой стороны экрана и такие, что, боже, что он несет? Ну, вы-то знаете, что я несу, а другие не знают. Пускай это звучало очень круто и классно для остальных хотя бы не знающих эстонского языка. Да, собственно, почему я пропадал? Пропадал по нескольким причинам. Первое, мне не хотелось снимать то, что я снимаю. Вот эти, честно, закупки продуктов части аудитории вроде нравились, но это части, достаточно малые части. А большая часть аудитории моей, которая куда-то пропала, собственно, закупка продуктов не особо и нравилась. Ну, это первое. Второе. У меня и были некоторые различные жизненные дела и ситуации, которые заставляли не делать видосы. Это второе. А третье, собственно, еще, что я хочу вам сказать, знаете, а вот вы знали бы, если бы приходили на мои стримы. Собственно, сейчас рекламка будет маленькая. Каждое воскресенье я по-прежнему стримлю на своем YouTube-канале. Разговорные стримы каждое воскресенье. Вот если вы приходите, вы умнички. Если вы не приходите, вы тоже умнички, потому что вы, в принципе, собственно, много чего и не теряете. Но, получается, в октябре прошлого года, кто не знает, а кто знает, я получил эстонское гражданство. Наконец-таки, поаплодируем. И получил, я так понимаю, его очень вовремя. Мне в целом повезло. Получилось это достаточно быстро и оперативно. И уже, получается, больше, чем полугода я являюсь гражданином Эстонии, гражданином ЕС. Это очень классно, это очень круто, это очень невероятно восхитительно. Кто также подписан на мой инстаграмчик или на мой ВКонтакте. Короче, кто следит за моими соцсетями и в телеграмчике, кстати, тоже есть, то те видели, что я за последние полгода в Эстонии был уже раза четыре. Я восхищен этой замечательной, прекрасной страной. Доступная среда – нате вам. Везде понижение бордюров – нате вам. Велодорожки – нате вам. Доступные, классные, огромные ТЦ – нате вам. В каждом ТЦ туалет для колясочников, хороший, широкий, большой – нате вам. Что там? Есть ли какие-то общественные пространства, вокзалы, туалет для колясочников – нате вам. Кстати, вот я бывал в Тарту, город Тарту. Это достаточно старый город. Второй город по величине в Эстонии и по населению, по-моему. Там очень старый вокзал. И, представляете, даже в старом вокзале оставили внутри вроде как все, как есть в целом. Но даже там есть туалет для колясочников. Даже как-то в старину, представляете, можно интегрировать туалет для колясочников. И нет никаких проблем. Вау! Как так? Что еще сказать? Сейчас я вспомню, придумаю и скажу. Итак, в целом я вспомнил, что я еще хотел вам сказать, посоветоваться с вами, позадавать вам вопросов и чтобы вы мне ответили в комментариях. С эстонским гражданством я мог бы, собственно, жить в Эстонии, это логично. И еще переехать в какую-либо страну Европы. Также жить. Поэтому, собственно, что бы вы хотели видеть чаще всего? Вот, допустим, перееду. Я вот на данный момент в Эстонию. Либо в Францию, либо в Испанию. Смотрите, влоги. Ну, влоги это с самим собой. Но часто их слишком пилить, наверное, не получится. Второе. Закупки продуктов. Быть ли им вообще? Нужны ли закупки продуктов из той страны, в которую я перееду? Будет ли вам это интересно? Смотреть, допустим, сколько продукты стоят в Эстонии? Качественнее ли эти продукты? Вкуснее ли эти продукты? И сколько у меня, в принципе, будет уходить денег на еду? Маленькая помарочка в Эстонии продукты, кстати, кстати. А некоторые даже гораздо дешевле, чем в России. По качеству, ну, мне кажется, что тоже качественнее. Плюс, смотрите, я не слишком еще разбираюсь в законах Эстонии и в законах ЕС, но человек мне тут написал очень хороший комментарий. Небольшое уточнение. С гражданством Эстонии ты можешь передвигаться в большинство стран мира без всякой визы, включая упомянутую тобой Японию и Америку. Очень хотелось бы мне слетать в Японию, особенно в Америку. Для эстонцев виза нужна только в Северную Корею, Пакистан, РФ, Сирию и, может, еще пару-тройку отстойных стран, типа Маянмар. Вот. Этот человек мне комментарий оставил, я просто сейчас пишу. Пишу на этот комментарий, как бы, этот комментарий вам зачитываю. Все, я совсем разговариваю, разучился. В Евросоюзе, включая Исландию, Норвегию, Швейцарию и Британию, ты можешь жить сколько хочешь. Просто в течение нескольких месяцев пребывания ты обязан зарегистрировать в местной полиции свое место жительства и получить местный персональный код страхования, что делается примитивно просто. Никакого смысла оставлять паспортину РФ тебе нет. Здесь это как партбилет члена, вот этого я вообще немножко не понял. Ну, ладно. Томас Альтер, спасибо огромное тебе за комментарий. Комментарии данные мне оставил человек после моего вчерашнего стрима. По поводу Британии, вот это я немножко не понял. Британия же она... Британия это Великобритания. Сейчас мои познания всего-всего такие, чего он несет. Они же, по-моему, не в ЕС уже, они же вышли давным-давно. Поэтому по поводу Британии я не уверен, что я там могу жить. Но по поводу остальных стран, да. Вот. Я относительно недавно познакомился с девушкой. Она, в общем, также из Пскова. У нее два гражданства, эстонская и российская. Она на данный момент живет во Франции. И она такая говорит, блин, а зачем ты хочешь жить в Эстонии? Езжай ты сразу, допустим, жить во Францию. Но я все-таки считаю, что я какую-то должен отдать дань и пожить в той стране, чьим гражданином я являюсь. Вот мне кажется так, и вот прям в моральном плане я должен так поступить. Как вы считаете, кстати? Напишите тоже в комментариях, мне пожить какое-то время в Эстонии или все-таки поехать в какую-то немножко другую страну пожить. Потому что, ну, не знаю, во Франции, возможно, и прикольно. Но это прям совсем далеко от родни и от близких. Эстония, она хотя бы достаточно близкая, и, собственно, я чаще смогу посещать и видеть родных и близких. Поэтому, в принципе, вот это прям основное, почему мне хотелось бы жить на данный момент в Эстонии. Но потом, поживя в Эстонии, может, и куда-либо в другое место я рванул. Опять же, все очень... Не очень по деньгам. Потом из Эстонии, опять же, в Россию добираться гораздо дешевле, а вот во Францию это дальше, и, опять же, гораздо дороже. Надо думать, надо мыслить, посидеть, поразмыслить. Я уже, кстати, там наговорил, по-моему, на очень много времени. Тарахчу и тарахчу. И, по-моему, не запинаюсь, собственно, несмотря на то, что я столько времени роликов не пилил и не записывал. Не совсем стал еще дырачком. Вроде бы я вам все сказал, все, что хотел. Сейчас вы увидите немножечко нарезочки моих поездочек в Эстонию. Я с вами прощаюсь. Пожалуйста, пишите там комментарии. Всем желаю счастья, здоровья, всего самого хорошего и наилучшего вашим близким. Чаще улыбайтесь и всем пока-пока-пока. Приходите на мои стримы, не забывайте. Я сейчас еду по Эстонии, город Тарту. И не знаю даже, куда забрел, но что-то это типа парка похоже. Очень кайфово, очень классно. Причем общественное пространство у них очень нереально круто сделано и обустроено. Ай, моя рука влезла. Кайф, кайф. 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 Субтитры создавал DimaTorzok